Этой весной экс-месселенной Оксана Фёдорова впервые стала мамой. На три месяца она полностью отдалилась от работы и светских тусовок, с головой кунувшись в воспитание сына. Но теперь Оксана с удовольствием рассказывает о своих творческих планах. Мне как-то хотелось по-особенному отметить свой день рождения, потому что когда я отмечала 30-летие, я его отмечала тоже с детьми. Я делала благотворительный праздник в Ногинске, куда пригласила детей из детских домов. Там было 150 человек. Сейчас мы развиваемся, время не стоит на месте. И, конечно же, хотелось как-то отметить так достойно. Моя такая задумка. Конечно, я буду не одна выступать. У нас будет два отделения. Мне будут помогать мои друзья-артисты, которые разделили мои взгляды, идеи, и я тоже с удовольствием выступлю для детей. Я буду исполнять в первом отделении классические композиции, это романсы. И также с хором «Мальчиков» у нас будет композиция «Санта-Лючия». Во втором отделении это будут эстрадные песни из моего альбома, несколько. Для сына такого ничего достойного нет. А вот для мужа есть песни, которые я посвящу ему. Просто вот еще времени слишком мало было после того, как появился Федор. Но хочется еще, чтобы сын присутствовал в зале. Поэтому, может быть, я и не так стремилась особенно посвящать песню сына, потому что его не будет. Не случайно была выбрана эта площадка, Кремлевский дворец, поскольку для многих детей хотелось сделать такой праздник, потому что многие даже не представляют, что это такое. Никогда не были в Кремле. Такой предновогодний настрой на праздник. И, конечно же, мне бы хотелось рассказать о своей истории, потому что будет драматургия, и я хочу построить это так, чтобы это и смыслово было значимо. Потому что самое главное, ведь многие дети, которые не имеют возможности нормально и полноценно развиваться и осуществлять свои мечты, несмотря на это, необходимо верить в то, что ты действительно хочешь сделать. И вот порой таким детям нужен стимул, вдохновение какое-то, толчок, чтобы они понимали, что они не одиноки, что они такие же, как и все. И чтобы у них были силы, прежде всего моральные, для того, чтобы работать, учиться и добиваться своих целей. И нас поддержало правительство Москвы, нас поддержал Кремлевский дворец. В общем, много людей, которые откликнулись на эту идею, и нам помогают. И, конечно же, в будущем хотелось бы сделать ежегодным такое мероприятие. Он меня дисциплинировал. Я могу сказать, что я научилась планировать свой день, потому что у него график, режим, и мне приходится подстраиваться, конечно, под режим ребенка, чтобы все успевать. Ночами не спит? Нет, спит ночами, слава богу, сейчас уже, да, сейчас уже спит. И вот достаточно спокойно. И в этом, конечно, нам повезло, что не так много проблем. Но уже начинает понимать, уже требует внимания, уже, да, вот, когда я ухожу, и уже начинает понимать, что мама уходит. Родился, конечно, копия папа. Вот. А потом стали проявляться мои черты. И я могу сказать, что что-то от папы, что-то от меня. Не даже в характере. Какие-то повадки мои, какие-то я уже вижу, что от папы. Ну, в любом случае, это наша радость. И надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Вот. Не хотелось бы делать такой большой перерыв. Я вот пока это все свяжу еще, в памяти еще есть силы. И, конечно же, хочется, чтобы еще были дети. Как говорит папа, у меня две Феди. Один Феди и вторая Феди. Нет, Федор, мы как-то, когда выбирали имена, женское мы не сразу выбрали. Я поняла, что будет мальчишка. А Федор как-то сразу легло. И мы посмотрели, что это близко по святкам. И что он означает божий дар. И это действительно для нас был божий дар. И я веду альбом специальный. Мне подарили вот в течение года. Я записываю там, когда там первый раз взял ложку, когда там зубик прорезался. У нас недавно прорезались зубики. Веду, делаю какие-то заметки, фотографии. И на год делаем вот такой альбом. Я не стремилась сразу в месяц или два прийти в форму. Это неправильно, это не физиологично. Я понимала, что женщине природой дается год. И в течение года, да, и гормональный фон восстанавливается, и кормление прекращается. И, в общем-то, это естественно, что в течение года женщина должна восстановиться. Потом уже, если это задерживается, труднее. Но в течение года, в принципе, все возможно. Ну, здесь папа сыграл свою роль, конечно. Он стимулировал меня, да. Он у меня спортивный человек. И вот мастер спорта по боксу, и гольфом мы стали заниматься. И я на дорожке ходила практически сначала каждый день. Сейчас могу себе сделать поблажку. А так, конечно, без его чуткого руководства мне бы было трудно. Я бы чуть-чуть попозже стала обращать на это внимание. Все-таки тяжело. Багира сейчас уже привыкла. Она уже такой стража. Стража всеедина всегда. Когда он спит или гуляет, она его охраняет. Как-то она уже свыклась, что уже ребенок появился, потому что он уже сидит открыто и в манеже, и так играет. А, конечно, поначалу она не могла понять, почему на нее внимание не обращают. Принимала позы. Вот такие, как принимает ребенок. Просто удивительно, насколько мир природы все-таки особенный. И она чувствовала себя хозяйкой в доме. А тут появился человечек маленький, вокруг которого все вертится. И, конечно, она уже и голодовки нам устраивала. Да, она так переживала сильно. Сейчас уже это фу-тфу, слава богу. Вот, вроде все нормализовалось. Меня просто пригласили в школу «Тренди мама». Это компания «Проктор» делает такой проект. И пригласили поучаствовать, сделать свой блог и поделиться своими советами, наблюдениями, вот, каким-то, ну, каким-то жизненным опытом. Вот, и такой интерактив с мамами будущими и уже молодыми мамами устроить. И уже посыпались вопросы. Вот, потому что я как-то так достаточно внимательно и скрупулезно подошла к этому вопросу. И когда мы делали интервью, тоже видео мы записывали. Ну, и говорили ребята, что действительно очень много интересного. Потому что у каждого свой опыт разный. И не всегда... Вот я, например, совершенно ни разу не читала интернет. Вот, если только официальные какие-то сайты. Вот, книгу одну прочитала, которая бы позволяла настроиться на естественный процесс родов. Там не было совершенно написано ничего о том, как ухаживать за ребенком, что понадобится, потому что каждый ребенок – индивидуальность. И то, что ты, допустим, заучил и знаешь, может совершенно не пригодиться. Я вот так все училась по ходу. Эта книга мне помогла, и я сумела, ну, как-то настроиться на то, чтобы роды прошли естественно. Как-то я так проснулась и вот поняла, что, да, этого человека я долго ждала. И он понял меня. Самое главное, что он понял мою душу. Он смог почувствовать меня нутром. Вот, что очень важно. Конечно, это не может не вызвать взаимные чувства. И вот я могу сказать, что любовь, она не падает на голову вот из ниоткуда. Это рождается, да, из какой-то определенной точки, и потом расцветает. Мы строили наши отношения вот как кирпичик день за днем, вот узнавая друг друга, все ближе и ближе, и наши отношения как бы развивались по нарастающей. Не было таких всплесков. Все время, каждый день он что-то вот приносит свое, и они развиваются все больше и больше, глубже. И вот это интересно, когда ты понимаешь, что ты вовлечена в процесс, да, когда ты строишь сознательно уже взаимоотношения. Когда я встретила Андрея, я поняла, что для меня я перестала существовать. Вот этого у меня раньше не было. У меня ушел эгоизм. Для меня вот есть только понятие «мы». И как-то сказать «я» уже, да, уже реже я произношу это. Вот. И впервые я ощутила, что у меня есть дом, что есть наш дом, есть наша семья, и мы вместе. Вот я ощутила, что мы вместе. Я поняла, что насколько приятно быть замужем, насколько это правильная позиция женская, когда ты не берешь на себя функции тебе несвойственной, несвойственной женской природе, когда тебе не нужно решать какие-то вопросы, которые ты решать не должна. Это прерогатива мужчины. Когда ты четко понимаешь, вот, я это всегда чувствовала. Просто я только с Андреем поняла это, как это работает в жизни, на практике. Венчание – это достаточно такой важный и нужный процесс, но к этому нужно подходить до конца, понимая, что несет в себе само это действие. Конечно же, если соблюдать только обрядовость, это никакой роли не даст. Вот. Вот если будет сам процесс и сама церемония, а понимания нет, зачем это нужно и для чего, и что это за собой влечет, тогда смысла нет в этом. К этому нужно подготовиться, и это нужно ощутить. Мои наблюдения показывают, что те пары, где у кого единое мировоззрение и какая-то духовная база, вот эти отношения долговечны. Все, что построено, ну, на каких-то других принципах, принципах, оно все имеет рано или поздно свой конец. А когда люди понимают, что они вместе идут до конца, чтобы не случилось, ну, это нужно почувствовать себе. Кто-то это раньше может почувствовать, кто-то позже. Все равно нужно понимать, что испытания будут, и нужно создать вот такой фундамент, который бы выдержал. Сейчас дом очень изменился. Мы практически нет ни одного нетронутого места. Мы везде сделали ремонт, облагородили. Я занималась интерьером, шторами, мебель мы поменяли. То есть все изменилось. Он стал более светлым. И в нем появилась жизнь. Стал уютным. Конечно, и даже замечают наши друзья, когда приходят в гости, что действительно очень тепло. И тем более сейчас и мама там, в общем, две даже, да. И как-то сразу прибавилось людей. Вот так мы жили вдвоем, ну, с помощниками. А сейчас вот уже большая семья. И, конечно, совсем жизнь по-другому заиграла. Вот, когда дом обрастает домочадцами, он туда хочет возвращаться, понимая, что тебя кто-то ждет, тебе нужно спешить домой. И вот я ощущаю, да, для меня дом – это не перевалочный пункт. Для меня дом – это крепость все-таки, где я могу укрыться от невзгод, могу от публичной жизни прийти домой. Я понимаю, что здесь мне тепло, уютно. Здесь есть в каждом, не знаю, вложенном моменте моя душа, в каждом приборе, в каждом предмете. И, конечно, все пропитано этой энергетикой. И, конечно, тогда ты получаешь полный релакс и отдыхаешь, душой отдыхаешь. Вот что для меня дома. А потом можно идти в бой. Сначала я была в раздумьях, долго думала над этим. Но все-таки глава семьи мужчина, и все должны, члены семьи, носить фамилию мужа. Ну, не должно в каждой семье по-разному. Но в моем случае я поняла, что так будет более правильнее. Так как бы круг замкнулся. Я думаю, что мы будем дома. Мы наряжаем елку. Каждый год у нас на улице есть и в доме. Ну, украшаем территорию. Вот. Я думаю, что это будет дома. Как правило, мы особых отмечаний в сам Новый год не делаем. Мы вот в прошлый Новый год отмечали с мужем вдвоем. Но как-то так собрались, посидели, выпили шампанского, посмотрели телевизор и пошли спать. Что нельзя было сказать о тех новых годах, которые были раньше. То есть практически каждый Новый год я работала. И я его не отмечала дома. Ну, а смысл отмечать, когда, в принципе, ну, сам с собой тоже не будешь расправлять Новый год, поэтому лучше на работе. А сейчас я отказываюсь работать на Новый год, потому что все-таки хочу посвящать семье. Но на самом деле это не самый главный наш праздник. Вот. Есть еще и Рождество, которое мы тоже любим отмечать. и как-то больше вкладываем смысл в это. Во-первых, я собираюсь музыкальное образование получить. Я очень это хочу и хочу осуществить на следующий год. И я уже планирую в следующем году сольный свой концерт и выступление уже коммерческого характера. Вот. И наверняка это будет развиваться, да, моя музыкальная деятельность. И хочется телевизионный проект, чтобы появился. Посмотрим, будет ли это связано с детьми или какое-то шоу. Я еще об этом не думала, но есть определенные задумки. Хотелось бы, конечно, их в следующем году осуществить. Потому что сейчас, ну, уже нет смысла. Уже совсем немного времени осталось, а на следующий год уже буду что-то думать. Я вот чувствую, да, что все равно рано или поздно планы какие-то они начинают осуществляться. Вот самое главное всегда быть к этому готовым. Потому что о своих желаниях не надо забывать. Потому что они иногда приходят и ты врасплох их встречаешь. И не надо бояться осуществления своих задумок и мечтаний. Если что-то делаешь, ты понимаешь для чего и зачем. не просто так вот сделал какой-то проект, получил дивиденды и все на этом. А хочется, чтобы это было, ну, приносило удовольствие. И тогда и зритель тоже будет это чувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова